Бодрого времени суток, с вами H2 И вот вам небольшой наводящий вопрос Хорошие ли машины выпускает Автоваз? Честно говоря, хреновые Но у тебя же отечественный автомобиль И произведенный, между прочим, на Автовазе Естественно, иначе я бы не был бы столь категоричен Окей, но представь себе ситуацию Что запретили ввоз всех импортных автомобилей А вот этого вообще не проблема Ведь есть и у нас тоже прикрыли производство всех зарубежных марок Ну, тогда как минимум, к сожалению, военные автомобили Всяких там брянских, арзамасских и других машиностроительных заводов Тебе тоже не подадут Ну тогда ладно, это машина мечты Что ж, друзья, таким образом любая, совершенно любая Пусть даже и не очень хорошо спроектированная И местами совершенно халтурно реализованная продукция Ну, вполне так может стать уровнем Исоцкого И даже, может быть, и выше Иные обзорщики не могут понять, почему жизнь показывает им кукиш Так вот, это обо мне Порой упадает нечаянная радость, а за углом тут же подстерегает гадость Карма В конце концов, я понял, так дело не пойдет И решил обозревать хорошие игры Ну, или хотя бы спорные игры Короче, решил быть добрым Но хотя бы иногда Меня зовут Ашдова Итак, друзья, сегодня мы с вами рассмотрим игру Evil Genius И да, как вы поняли, игра зачастую изобилует недоработками Но то безумное количество особенностей, которые выделяет игру Переносит ее фактически в свой Новый поджанр стратегии В котором она занимает одновременно и первое, и последнее место Итак, перейдем к игре Первое, и что сразу бросается в глаза Здесь вы играете за плохиша И не просто за плохиша А за злобного гения в духе старых фильмов про Джеймса Бонда Который строит себе секретную базу на тропическом острове И собирает подручных, чтобы разработать супероружие С помощью которого собирается захватить мир И да, в этот раз и не надейтесь на какую-нибудь отмазку Типа, ну да, ты играешь в злодея Но только потому, что тебе предстоит защитить мир от еще большего зла Или, ну я начну как злодей, но потом стану добрым Не-не-не-не-не, тут без сопли Решили быть злым гением Тогда захватывайте заложников Грабьте людей, пытайтесь заключенных Уничтожайте силы правопорядка Которые хотят вас остановить А порой и своих же подчиненных Потому что Не-не-не, ну а че они хотели? Я психопат Ну между прочим, у них вот в трудовом договоре Так вот и написано, что В случае психоманиакального припадка вашего начальника Ваши руки могут быть использованы отдельно от ваших пальцев Все законно В конце концов, кто не умеет читать по-чешски, это их проблемы Второе, эта игра относится к таким стратегиям, в которых вы не можете управлять миньонами напрямую В непосредственном подчинении у вас всего пара личных телохранителей Все же остальные сами определяют, чем они занимаются в зависимости от отданных вами приказов Или имеющихся рабочих мест И это довольно здорово, особенно в боевой части Вы вешаете на врага ярлык, что с ним делать А ваши подчиненные, если его увидят, начнут исполнять ваш приказ А вопрос, вводить или не вводить на базе чрезвычайную ситуацию, зависит от уровня тревоги На последнем уровне ваши подчиненные сами бегут в арсенал вооружаться и расстреливают всех незнакомцев без предупреждения Конечно, эта система была бы совершенно недейственной, если бы не система видеонаблюдения за островом А именно, вы покупаете пульт наблюдения, расставляете по острову камеры, коих тут несколько видов А в помещениях, где обычно находится большая часть ваших миньонов, вы ставите громкоговорители Как только специально работающий человек за пультом через камеру наблюдения заметит постороннего Он оповестит об этом ваших последователей, находящихся в зоне действия громкоговорителей И те бросятся толпой к этому бедолаге И таких пунктов наблюдения можно создать несколько штук, чтобы разделять остров на сектора И обеспечивать наиболее оперативную координацию ваших сил Третье, что сразу очень сильно выделяет эту игру из остальных стратегий По сути, тут нет карт для игры В смысле, из режимов игры тут есть только кампания А в кампании будет всего две карты Причем одна будет сменять другую в середине игры по сюжету В обоих случаях это будут тропические острова Первый, не особо интересный, песчаный островок Второй уже побольше размерами, полноценный тропический рай с пальмами Мистером Оливером А также в качестве бонуса с погасшим вулканом, кратер которого вполне можно приспособить под ангар для ракеты-носителя Поэтому, когда вы начнете конструировать свою базу, вы наделаете много глупостей из-за неопытности Но позже, узнав все подводные камни, вы будете очень ответственно подходить к проектированию своего логова зла Потому что если в обычной стратегии вам с вашей базой и ее косяками прожить надо в среднем минут 30 час То тут половину игры вам придется отвечать за неверные решения, которые вы в ППХ строительства напринимали Получается своего рода этакий тамагочи Ну только где вместо гадящего котенка у вас есть огромная база в горе Еще один здоровенный плюс игры, который выделяет ее из остальных Это, я не побоюсь этого слова, реалистичность Как обычно происходит покупка или постройка в большинстве стратегий? Ха, ух ты, сколько у меня тут скопилось богатства Слушай, возьми, пожалуйста, вот это и построй мне новые казармы Окей, тогда я просто возьму их Как-нибудь, наверное, еще вот этот вот клей, вот этот скотч И, наверное, сейчас как-нибудь ворк издан Куда сдавить-то? Тут же вы отдаете сначала приказ построить комнату После чего рабочий бежит в вашу сокровищницу Берет чемодан с деньгами Бежит на местный пункт связи с внешним миром Ну аэропорт или причал После чего возвращается с динамитом Устанавливает несколько шашек в требуемое место Подрывает Производит отделку помещений Я вашу мать не шучу Производит отделку помещения После чего только помещение готово То же самое, если надо купить какой-то объект Опять сначала бежим за деньгами Меняем их на товар в коробочке И только потом устанавливаем на место И не факт, между прочим, что вашего курьера не убьют А товар или деньги не украдут по дороге И игра этим на самом деле подкупает Она очень хорошо проработана в мелочах Тут куча забавнейшей анимации Если вы захватили противника, вы можете пытать его не только на специальном приспособлении для допроса Вы можете подойти к этому вопросу креативно К примеру, почему бы не зажать врага между книжных полок в читальном зале Или не запихать его в миксер на вашей кухне Все в твоих руках Все это можно сделать И я повторяю с очень классной анимацией Я бы даже сказал, что анимация игры тут составляет львиную долю стиля И если хотите атмосферы игры Даже если есть предмет, который встречается один раз за всю игру И использовать вы его будете тоже один раз Санимирован он всегда качественно Но, конечно, всех больше меня веселит анимация передвижения Когда вы одному из своих приближенных телохранителей Отдаете приказ не вызывать подозрений и вести себя как нормальный человек И знаете, сразу становится понятно Что этот психопат только понаслышке знает, что значит нормальный человек Или предположим, как в других играх производятся новые типы миньонов Ну, обычно вы строите какое-нибудь новое здание для тренировки нового вида прислужников После чего переплавляете золото, ну или другой местный ресурс, в подчиненного И вуаля! Получайте! Возник! В этой игре все куда интереснее Вы нанимаете только обычных базовых рабочих Скорость пополнения которых можно увеличивать за деньги Однако вам потребуются и более квалифицированные прислужники И снайперы, и ученые, и дипломаты Для этого вам надо выкрасть соответствующего специалиста В ходе миссии на мировой карте Привезти его на остров Пытать! После чего он, под пытками, выдав все свои знания, скоропостижно скончается Обратив одного из ваших работников в специалиста После этого вы закупаете оборудование, необходимое для тренировок Определяете в специальном меню необходимое количество персонала той или иной профессии И начинается тренировка, в ходе которой инструктор обучает новичка до тех пор, пока тот тоже не станет полноправным специалистом Причем, если вам надо обучить высококвалифицированного специалиста Не получится из обычного работника сразу вырастить мастера боевых искусств Сначала он должен стать охранником Потом наемником И только потом он сможет стать мастером каратэ Ну что же, довольно реалистично Плюс дополняет уже указанный эффект тамагочи, но теперь с персонала И, конечно, отдельно я не могу сказать про ваших главных врагов Спецагентов Мир разделен на несколько фракций и у каждой есть спецагент Будь то закос под Джеки Чана, под Сильвестра Сталлона или под кого-то еще И теперь вспоминаем все эти игры про крутых парней, которые уничтожают в одиночку целые города Про парней, которые могут словить очередь из автомата, а потом отхиляться за камешком за минуту Про парней с неограниченным количеством континуумов Вот они-то и будут вам противостоять Потому что, несмотря на то, что у вас есть охранники, ну которые, по идее, должны быть примерно равными по силе спецагентам Но нет Спецагенты будут уделывать ваших охранников одной левой А уж про обычных миньонов я вообще не говорю И как я уже упомянул, у них почти что бесконечное количество континуумов Даже если полоска их жизни дойдет до нуля Через какое-то время они снова восстанут и так до тех пор, пока вы не найдете у них слабое место Для чего потребуется выполнить еще штуки три дополнительных миссий на мировой карте И это очень показательно, что игра дает по полной вам оценить, каково злодеям по ту сторону экрана Когда вот ты, да ты, сидишь и выносишь всю мою базу Еще сохраняешься где угодно и читы используешь, скатя Извините Ну вот так вот Игра получилась, конечно, очень самобытной Но, как я уже и говорил, здесь есть очень большое количество всяких мелких недочетов И первое, которое приходит на ум Ловушки Да, без ловушек в этой игре нельзя было бы обойтись И система ловушек тут есть И их тут очень много видов И даже есть продуманная система, в которой отдельно выделено приспособление активирующей ловушки Ну, например, датчики движения или инфракрасные лучи И приспособления, приводимые в действие Коих тут целая куча И вылазивающие из пола пилы И бассейны с пираньями И многое другое Обидно только, что эта система Нифига не работает Ну, прям вообще не работает Ну, как вам объяснить Подставить подножку человека, которого ты недолюбливаешь Это одно А подставить подножку поезду, на котором едет человек, которого ты недолюбливаешь Не самая хорошая идея Вот и тут то же самое Во-первых, если вы установите ловушку на базе В нее непременно попадут ваши же миньоны Пути для этого как минимум два Либо кто-то из прислужников будет уставшим и невнимательным Не заметит ловушку и случайно наступит на нее Да, тут это совсем не редкость Или на базу все же проникнет враг И именно он активирует ловушку Но так как по вашим коридорам постоянно бегают ваши же подручные И за радиус действия ловушки Игру придется не раз серьезно конфликтовать с властями В результате чего на ваш остров будут прибывать целые антитеррористические армии И я не уверен, но по-моему они умеют общаться только азбукой Морзе Но используя при этом автоматы Поэтому они не будут подходить и рассматривать ваши ловушки, рискуя в них попасть Нет, они будут открывать огонь по всему, что выделяется из ярко-зеленых пейзажей вашего острова Будь то камеры, ловушки или даже беззащитные политики и ученые Вашу мать, они такие безжалостные Что нередко открывают огонь по представителям союзных противотеррористических группировок Никаких пленных Никаких раненых Такое ощущение, что приказы им отдают так Значит так, ребят Вы сейчас справляетесь вот на тот остров Через час туда же пребываю я И вот, и вот, не дай бог, я там хоть еще кого-нибудь живого найду Ну, а как же та милая обезьянка, которая бегает по острову, сэр? Точно! Там ведь есть еще маленькая, миленькая обезьянка Тогда возьмите еще и динамит Да и вообще, из-за этих уничтожающихся на своих пути вояк, игра становится только хуже И смысл некоторых возможностей, которые игра сама предоставляет, просто теряются Про ловушки я уже сказал Но не они одни не имеют никакого значения, когда на остров прибывают четверо берсеркеров К примеру, на вашем острове еще тусуются туристы Они слоняются туда-сюда и зачастую случайно проникают на базу Видят страшные вещи, а потом бегают как ошалелые, летят обратно в свои страны и на их место прибывает карательный отряд Так вот, чтоб подобного не случалось, игроку предлагается строить отель на поверхности острова Ну, чтобы развлекать туристов, чтобы им не было резона шататься по острову Кажется, отличной идеей Пока на остров не прибывает спецназ Уже сколько раз было, когда я отстраивал полностью отель, приходила военная группировка Пусть даже и не максимально агрессивно настроенная После этого они пытались вскрыть дверь Динамитом В такое стратегически необходимое место, как номер отеля Подрывались дебилы на нем сами Воспринимали эту как угрозу собственной жизни После чего расстреливали весь мой персонал Не, ну я еще понял бы американцев, они постоянно так делают А другие-то почему? Или вот еще момент В коридорах можно устанавливать огнетушители, чтобы ваши миньоны могли тушить пожар Но тушить пожары по игре могут только лакеи Лакеи, которые совершенно не умеют драться И вот прибывают военные Взрывают одну постройку Погонь перекидывается на другие Лакей пытается потушить огонь Берет огнетушитель, выбегает на улицу Но тут внезапно О боже, он хочет на нас напасть И все, лакей убит После этого другой лакей понимает, что Теперь тушить пожары это его священный долг Выбегает на улицу За или с огнетушителем И что бы вы думали? Он хочет на нас напасть Ведь даже самое обидное Нельзя приказать этим дебилам не тушить пожар В результате этого за пару минут весь персонал гибнет по одному А восстанавливать потом их минут 15-20 Прекрасно Следующая огромная проблема является локальной Русификация Если вы знаете английский в достаточной степени, чтобы играть в оригинальную версию Проблем нет, я за вас счастлив Но если вам необходим русскоязычный интерфейс Приготовьтесь У вас большие неприятности Конечно, я не уверен на 100% Что не существует нормального перевода этой игры Но тот перевод, который попадался мне несколько раз Не слишком хорош Нет, не подумайте Это не машинный перевод Но некоторые, совершенно необходимые вещи Тут переведены неправильно Например, чтобы открывать новые миссии на Каптимир Вам необходимо разведывать местность В пояснении написано, что лучше всего с этим справляются ученые Однако, как оказывается, в этом деле ученые вообще ничего не стоят И необходимо отправлять на подобные задания исключительно социальных миньонов Дипломатов, телезвезд и остальных И это, знаете ли, не незначительный косяк Отправлять на званные мероприятия биохимиков в костюмах прототипов биошока А вот из-за следующего косяка Я два раза бросал эту игру и не мог пройти дальше Ближе к концу вам необходимо украсть сырье для изготовления ракеты И из текста задания понятно Что типов сырья много и вам необходимо украсть несколько единиц каждого из них Но вот незадача, на карте мира только два завода Я не мог найти остальные и бросал игру Но, как оказывается, тип ресурсов здесь вообще всего один На обоих заводах он одинаковый А смысл в том, чтобы его добывать воистину в космических количествах Круто Ну а следующий косяк просто обидный Ваши ученые могут ходить по острову, исследовать построенные вами объекты И придумывать, какие другие объекты построить, использовав материалы оригинала И вот однажды в ходе исследования я открыл вот это И да, это биохимические зомби Наверное, я не знаю, описания отсутствуют Я попробовал бросать людей в чаны с какими-то ядерными отходами Но ничего не происходит А обидно Я уверен, что тут должно быть что-то классное Ну а так, на самом деле В игре еще полным-полно всяких мелких косяков Некоторые помогают Например, даже если вас решил предать ваш миньон, можно выделять его Он будет отдавать вам честь, в то время как остальные будут его мутузить Некоторые реально раздражают Например, застрюющие в каких-то непонятных углах люди Некоторые откровенно мешают Например, на дверях можно выставлять уровни безопасности То есть кто может проходить через нее И если выставить низкий уровень безопасности, воры и диверсанты будут пытаться попасть на вашу базу по-нормальному Через парадный вход Если же выставить высокий уровень безопасности, при котором через дверь может проходить только ваш злой гений Воры и диверсанты будут тупо открывать молнию В земле Пролезать в нужные помещения Грабить и взрывать Не правда ли это здорово Усилить вашу охрану так, чтобы вся система безопасности стала совершенно бесполезной Но, как я уже говорил, игра очень самобытна И на все эти косяки можно закрыть глаза Только для того, чтобы получить такой уникальный опыт И поиграть все же в эту игру Конечно, некоторые из вас могут сказать, что эта игра чем-то напоминает игру Dungeon Keeper Однако, как мне кажется, разница между игрой Evil Genius и Dungeon Keeper довольно-таки велика И эта тема совсем для другого видео Которое вы увидите Но я не знаю, наверное, на каком-нибудь другом канале Я его делать не собираюсь Мне лень Вот так вот А пока что с вами был H2 Увидимся в следующий раз Игровой канал Пиксельный мир представляет И вот только после того, как я прошел игру Я нашел информацию, что зомби надо делать из трупов врагов И пусть их и нельзя делать много за раз И они вам вообще не подчиняются Зато не стоят ни копейки А сильны они настолько Что даже в одиночку почти могут ушатать одного из спецагентов Вот какого черта?